Июль, несмотря на отпускную пору, достаточно активный месяц. Стартовалась сельхозперепись, началась вторая смена в оздоровительных лагерях. Установившаяся жара держит в напряжении спасатели и органы власти. О летних делах и заботах говорили на еженедельном совещании главы Чувашии и правительства республики. Хорошая новость. Чувашия получила льготный бюджетный кредит на 900 миллионов рублей под 0,1% годовых. Мы с учетом наших выстроенных взаимовыгодных отношений с Министерством финансов Российской Федерации получали дополнительные средства и получаем. Все договоренности, которые есть у нас по обязательствам со стороны Министерства финансов Российской Федерации и со стороны Чувашской Республики мы выполняем. Позиция кабинета министров Чувашской Республики обозначена четко. Чувашстат и Минсельхоз Чувашия совместно с республиканскими и муниципальными органами власти провели большую подготовительную работу. Поэтому Всероссийская сельхозперепись в Чувашии стартовала без проблем и нерешенных оргвопросов. Перепись пройдет в трех группах хозяйств. На сельхозпредприятиях, фермерских хозяйствах и в самой многочисленной группе на дачах и огородах. 416 сельхозорганизаций самостоятельно заполнят отчеты и в Чувашстат переписчикам же предстоит опросить 3382 фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 238 тысяч владельцев личных подсобных хозяйств и 746 садовольческих, дачных и некоммерческих объединений. Однако сложности есть. Некоторые селяне и особенно горожане считают, что перепись проводится с целью последующего повышения налогов. К счастью, большинство респондентов все-таки осведомлены о целях и задачах переписной кампании. Мы, конечно, со всеми будем работать, и с теми, кто отказался, и по организациям тоже будем работать, встречаться и объяснять. Направим еще раз, возможно, какой-то краткий разъяснительный материал для переписчиков, чтобы они умели правильно объяснить населению. Первая смена в оздоровительных лагерях прошла успешно. По данным Минтруда, различными формами отдыха были охвачены около 50 тысяч ребят. Основную нагрузку взяли на себя пришкольные лагеря. В загородных побывали чуть более 4 тысяч человек. По опыту прошлых лет на первую смену приходится как минимум половина всех, кто собирается отдохнуть в летний сезон. Минобор отчитался о государственной итоговой аттестации. Больше стало ребят, выбирающих физику и математику. Медленно, но верно, предпочтения выпускников меняются в сторону инженерных профессий. По большинству дисциплин результаты лучше, чем в прошлом году, однако есть и информация для размышления. Специалисты намерены тщательно проанализировать результаты аттестации и сделать выводы. Елена Гальперина, Игорь Зверев, Республика.